Здравствуйте! Сегодня мы выполняем к 8 марта вот такую открыточку в форме горшочка с цветочками, с тюльпанчиками. Для этого нам нужен картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш. Приступаем. Для горшочка можно взять любой цвет картона. Мы возьмем коричневый. Можно горшочек нарисовать самим, тоже любой формы. У меня он будет вот такой формы. Прикладываем, обводим и вырезаем. Это у нас будет основа, поэтому мы делаем из картона. Он у нас должен быть двойной, поэтому такой большой, чтобы мог стоять. и вырезаем. Теперь складываем пополам, четко проглаживаем линию. Можно сделать так, но тогда горшочек у нас стоять не будет, а можно сделать, чтобы он стоял. Чуть-чуть у основания загибаем полосочку, хорошо проглаживаем, раскрываем и это делаем вовнутрь. Вот так вот. И прогладили. У горшочка можно сделать отверстие, он будет, как у меня, на шнурочке завязываться, а можно его склеить. Теперь основание у нас есть. Теперь делаем цветочки. Цветочки у нас в форме тюльпанчика. Состоят они из сердечка. Один цветочек, это три сердечка. Если делаем три тюльпанчика, значит нам надо взять девять сердечек одного цвета или разного. Сердечко можно тоже нарисовать, сделать шаблончик, чтобы они у нас были все одинаковые. Вот у меня такой будет, нарисовала. И берем, я беру два цвета. Делаем основание сердечка или серединку, например, одним цветом, а по бокам другим цветом. У меня серединка будет вот такого цвета, сиреневого. Обводим. Чтобы быстрее, можно отрезать полосочку, сложить. У нас будет сразу несколько деталей. Сложили и вырезаем. И точно так же делаем другого цвета. У меня будут сиреневые серединки и малиновые по краям. Серединку мы оставляем так. делаем. А которые будут по краям, мы берем и складываем пополам. вот так вот у нас получается. Хорошо проглаживаем, чтобы они у нас сильно не раскрывались. можно у цветочка и здесь какие-то пожелания писать. Как мы собираем. Берем среднее сердечко, намазываем его основание и приклеиваем линии сгиба серединку. вот так, чуть-чуть отодвигая. То же самое делаем с другой стороны. у нас уголочки должны быть в сторону, чтобы похоже был на тюльпанчик. Серединка у нас совпала, а уголочки вот в сторону. Итак, мы делаем три цветочка. Цветочки у нас готовы. Теперь берем зеленый картон и делаем нашим цветочком стебелечки. Стебелечки. Можно. Полосочки и приклеиваем. Хорошо прям. Чем дальше у нас будет полосочка, тем будет держаться. Вот так вот. Приклеили. Тюльпанчики у нас готовы. Три тюльпанчика. Теперь собираем нашу корзиночку. Открываем. Открываем. Можно дыроколом сделать отверстие. А можно еще раз говорю, просто склеить. Но мы сделаем, чтобы было на ленточке, на тесемочке. Или на... Чтобы открыточка наша открывалась. Делаем отверстие. Открываем. Одну приклеиваем посерединке. Сильно длинные стебли не делаем, потому что картон не очень плотный. И они у нас наклоняются. Приклеиваем. Один посерединке приклеили. И два по бокам. Вот у нас получилось. Здесь можно, если не нравится, закрыть. Вырезать такое же, например, сердечко и приклеить. Можно здесь пожелание написать. Здесь уже как вы хотите. Мы сделаем сердечко. Закрываем здесь все. Пожелание можно здесь написать. Можно от руки. Закрываем. Вот так у нас получается. Здесь можно сделать... У нас полосочки остались. Можно сделать листики. Мы сделаем вот такие. Можно побольше сделать, чтобы здесь вот у нас были. И вот у нас открытка готова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!